Перед входящим все равны Перед входящим все равны отмена рауминга в РФ распространится на Крым Газета коммерсант номер 235 от 20 декабря 2018 года, СТР Один Госдума приняла законопроект об отмене национального рауминга Который с июня 2019 года должен сделать бесплатными входящие звонки в Крыму Государство при этом получит право регулировать тарифы между операторами Которыми большая четверка объясняла высокие цены на связь на полуострове Между тем опыт отмены внутри сетевого рауминга показал, что операторы, формально выполняя требования, просто меняют тарификацию и, по оценкам экспертов, в результате могут зарабатывать на поездках граждан даже больше Госдума 19 декабря приняла в третьем окончательном чтении законопроект об отмене с 1 июня 2019 года национального рауминга Главным следствием которого должна стать отмена платы за входящие звонки в Крыму Такую поправку ко второму чтению в октябре внесла комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ Сообщал ранее Твердый знак Представитель вице-премьера Максима Акимова Алиаса Мигулина сообщила Твердый знак, что принятый законопроект соответствует позиции правительства Национальный рауминг в России используется в регионах, где отсутствует сеть какого-либо оператора МТС, Мегафон и Вемпелком сейчас предоставляют услуги во всех субъектах РФ, за исключением Крыма и Севастополя В 65 из 85 регионов и также не работает в Крыму и Севастополе На полуострове Большая Четверка работает через рауминговых партнеров Поэтому цены на связь без дополнительных опций там отличаются от цен в домашнем регионе В Мегафоне заявили Твердый знак, что в части национального рауминга благодаря работе по снижению взаиморасчетов с крымскими операторами компания значительно снизила расценки При поездках в Крым входящие с местных номеров уже бесплатны, а стоимость исходящих звонков на номера всех операторов России составляет всего 3 рубля за минуту После вступления закона в силы мы будем исполнять его требования, сообщили в компании В МТС и в МПЛКОМе воздержались от комментариев Ранее в интервью Твердый знак гендиректор последнего Василий Лоценич говорил, что компания готова менять тарификацию в Крыму Но тогда нужно регулировать связи между МПЛКОМ и тем оператором, к которому едут абоненты Олег Иванов, замглавы Минкомсвязи, цитата РИА Новости Те, кто приезжают в Крым, действительно, возмущаются стоимостью услуг связи в национальном рауминге И совершенно справедливо Принятый законопроект оставляет возможность такого регулирования, считает руководитель Контент-ревью Сергей Половников В документе есть фраза о том, что порядок и форма оплаты услуг определяются договором об оказании услуг связи Если иное не установлено законодательством Это подтверждает и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин Мы рассчитываем, что дальнейшие шаги по межоператорским взаиморасчетам будут регулироваться приказами Минкомсвязи В августе операторы связи по требованию Федеральной антимонопольной службы, ФАС, уже объявили об отмене внутри сетевого рауминга То есть рауминга в регионах внутри сети одного и того же оператора Тем не менее 18 декабря служба объявила, что оштрафовала Мегафон, МТС и ВМПЛКом на 737,5 тысячи рубль Каждого за сохраняющийся внутри сетевой рауминг Почему региональные операторы выступали против отмены рауминга Замглави ФАС Анатолий Галамалзин пояснил твердый знак Что ведомство в ходе контроля за исполнением решения об отмене внутри сетевого рауминга Действительно выявило некоторые отличия в тарифах в домашнем регионе и в поездках на архивных тарифных планах Но отметил, что речь лишь о технических ошибках операторов Как правило, выясняется, что это связано либо с техническими ошибками в настройках, либо с ошибками в опубликовании Выявленные ошибки операторы исправляют в течение нескольких дней, пояснил он Фактически операторы действительно отменили внутри сетевой рауминг Но остаются технические недоработки, из-за того что у компании десятки тысяч тарифов, в том числе и архивных На некоторых может сохранять рауминговая составляющая, согласен Сергей Половников Впрочем, операторы нашли выход из положения, отмечает аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин, хотя теперь в регионе пребывания абонента голосовая связь и СМС действительно расходуются по тем же расценкам Что и в домашнем, при звонках домой будет взиматься плата за междугороднее соединение А чаще всего люди в поездках звонят именно домой И такие звонки теперь стали дороже, указывает эксперт Таким образом, уверен господин Муртазин, требование ФАС фактически позволило операторам даже больше зарабатывать на поездках россиян по стране, чем это было во внутрисетевом рауминге Юлия Тишина Юлия Тишина Юлия Тишина